Здравствуйте! При знакомстве с колонками JBL всегда присутствует некоторая интрига, потому что не знаешь, насколько хорошей будет та или иная колонка, потому что это непредсказуемо. То есть, если мы возьмем те же Harman Kardon, линейку Onyx, то ты понимаешь, что из раза в раз это приблизительно одна и та же колонка, либо же в таком же виде, либо же упрощенная, и ожидать чего-то прям нового, ну, уже не имеет смысла. В то время как в случае с JBL есть некоторые скачки, то есть появляется какая-нибудь Flip 4, на которой действительно хорошая, качественная, интересная колонка, и после нее может появиться Flip 5, которая будет проще по звучанию. И сейчас, сразу же скажу, Flip 6 это, пожалуй, лучшая колонка JBL из тех, что я вообще слышал, которая произвела действительно огромнейшее впечатление, и напомню, что это видео-впечатление, и по такому вау-эффекту можно сравнить разве что с Soundcore Liberty 3 Pro, когда понимаешь, что все, это именно те наушники, которые тебе нравятся, с которыми ты хотел бы ходить постоянно и слушать с них музыку. То же самое и здесь. Это маленькая колонка, это Flip, которая звучит очень и очень круто. Поэтому в визуальном аспекте колонка, естественно, особо не изменилась. Мы имеем приблизительно такие же размеры, такой же дизайн, такая же огромная надпись JBL на лицевой стороне. Это фактически неизменившееся управление, потому что у нас есть огромные клавиши в регулировке громкости, плей-пауза, клавиши для сопряжения колонки с другими современными колонками JBL, и также на другой стороне у нас есть клавиши для включения, сопряжения и индикатор заряда. Ну и, естественно, разъем USB Type-C. Никуда не делается влагозащита, это все так же стандарт IP68, то есть колонка влаги не боится. Естественно, тут уже по внешнему виду нет особого смысла говорить. Она просто красивая, собрана очень и очень качественно, приятные материалы, докапываться ни до чего не хочется. И по звучанию, почему все-таки настолько она топ? Большинство портативных колонок прям просят, требуют, чтобы они звучали не на минимальной громкости, а где-нибудь ближе к серединке, к высокой. Тогда у нас выравнивается тональный баланс, у нас низкие частоты обретают уже какой-то вес, при этом перестают бубнить, перестают перекрывать с собой какие-то другие частоты, и высокие частоты становятся более-менее выразительными за счет своего количества. В случае с этой колонки она прям с низов уже рвет. То есть, во-первых, здесь минимальная громкость не такая уже и маленькая, то есть 40% этого достаточно для того, чтобы использовать дома, смотреть фильм, чтобы все прям звучало красиво. Да, когда вы регулируете не через смартфон, а через клавиши, то регулировка получается более постепенная, можно получить необходимый результат. Но здесь действительно ощущаются вот эти вот портативные 30 Вт, которые исходят от одного широкополосного излучателя, одного высокочастотного, но и два пассивных излучателя также присутствуют. И даже на маленькой громкости она уже хорошо сохраняет тональный баланс. У нас есть хорошо выраженные низкие частоты, которые не гудят, которые не создают какого-то бугнижа. Это хорошая, открытая, честная середина, и это прекрасные высокие частоты. Я ее сравнивал со своей любимой портативной колонкой Soundcore Rave Neo. Все-таки Soundcore умеет делать хорошие качественные колонки, и Rave Neo, как я считаю, это один из таких самых лучших вариантов. Она значительно больше, наверное, раза в 4, потому что она схожая по своей ширине, но при этом значительно выше, там, раза в 4. Это 50 Вт. Это, естественно, совершенно другие динамики по своим размерам, и в совсем низких частотах она будет действительно выигрывать. Но по чистоте звучания, по своей детальности, по своей драйвовости и динамичности, блин, JBR выиграла. Я их сравнивал просто лоб в лоб, и я понимаю, что топовая такая полноценная колонка, которая по своему классу значительно выше, чем те же Charger, уступает вот этой малютке. За свои, условно говоря, 100 долларов это просто лучшее решение, и найти что-то хотя бы схожее, сомневаюсь. То есть тот же Charge 5, он будет не такой хороший по своему тональному балансу. Там есть некоторые перекосы, некоторые искажения, ты их чувствуешь, ты их понимаешь. Особенно, когда сравниваешь с более ровными, более правильными колонками. И хочу напомнить, что к JBR какого-то особо теплого отношения у меня нет. То есть все, что касается их True Wireless наушников, я не слышал. Ничего хорошего, чтобы действительно как-то смогло удивить их полноразмерные наушники из относительно дорогого сегмента. Они прикольные, но не выделяются среди своих конкурентов, как что-то действительно топовое. Бюджетная линейка Tune, да, безусловно, она интересна, потому что у них конкурентов особо нет. Они делают просто хорошо сбалансированные наушники, и все, за счет этого они выезжают. А не из-за того, что какие-то сверхкрутые. То есть у меня нет какого-то особого отношения к бренду JBL. Но я просто понимаю, что эта колонка лучше из того, что они выпускали. Она может шикарно играть на низкой громкости, на высокой громкости. И единственное, что когда вы громкость выкручиваете за 60%, а это для помещения уже очень много, даже если вы захотели громко послушать музыку, то да, уже начинаются искажения, начинает деградировать бас, начинают преобладать середины и высокие частоты, но это уже абсолютно неизбежно. Для фильмов она просто идеальна. То есть обычно я кладу ноутбук на кровать, на стойку самой кровати рядом с ногами ставлю колонку, и все, смотрю себе фильм. Мне так нравится. И эта колонка спокойно заменила колонку более высокого класса в значительно более высокой стоимости, и я этого даже толком не заметил. То есть она звучит на том же уровне. И это очень круто. Я не представляю, как у них получилось здесь использовать какие-то нормальные усилители, как настроить сами излучатели, чтобы оно звучало настолько хорошо. Но здесь действительно есть хорошие низкие частоты. Мне они дико нравятся. И подводя какие-то итоги... А, наверное, стоит сказать, почему я все же не стал делать запись звучания. Все очень просто. Это можно сделать, можно реализовать, но при этом очень многое будет зависеть от того, на какой акустике вы непосредственно слушаете и какие искажения будет носить ваша акустика. То есть запись с микрофона не передает реального звучания в самой системе. Поэтому я просто предугадываю, что эти комментарии будут. Я всем этим занимался. Я в шоке от того, каким выводом в итоге приходили от прослушивания данных записей. И я считаю, что это не совсем правильно. Если будет огромный запрос, пожалуйста, конечно, сделаю отдельное видео в запись звучания Flip 6, Flip 5, какой-нибудь Charge и та же Soundcore Rave Nail. Мне не жаль. Если будет, то это действительно какой-то спрос, какое-то желание и потребность в этом сейчас. Поэтому буду завершать это видео. Повторюсь еще раз, что колонка шикарнейшая. Она абсолютно универсальна по тем жанрам, которые вы слушаете. Я в том числе решил, почему бы и да, уже поставить в джаз Дюк Эрингтон. Это звучит хорошо для портативной колонки. Просто великолепно. Очень понравилось. Я понимаю, что эта колонка сможет стать заменой для каких-то стационарных решений. Потому что сейчас у меня стоит здоровый усилитель. У меня стоят достаточно большие полочники, которые не помещаются на столе, из-за которых нужно делать отдельные стойки использовать. И мне вся эта система не нравится. Я хочу что-то более компактное. И я понимаю, что в будущем я вполне смогу заменить себе просто на две такие колонки, которые будут сопряжены между собой. Все. Поэтому теперь точно завершаю данное видео впечатление. Если есть что добавить по поводу данной колонки, то, конечно же, пишите об этом в комментариях. На этом прощаюсь. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч.